Ну, прежде всего, на этих баннерах вместе с изображением моей картины есть соответствующие надписи, на которых совершенно конкретно все объяснено. То есть, эта картина является философским посланием христианского мира. Ну, а христианский мир, это целевая аудитория этой картины, этой темы, это 2,5 миллиарда человек в мире. Вы хотите, чтобы ее заметили, обратили на это внимание, может быть, прониклись люди, изучили? Да, конечно, потому что там огромный философский пласт, с которым я обращаюсь ко всей мировой общественности, прежде всего, христианской. И в связи с этим, мною было отправлено письмо, заявление в апостольский трибунал Священной Римской Роты. Так как тема очень серьезная, важная, и мы готовы это рассмотреть не где-нибудь, так скажем, кулуарно, а на глазах всего мира. И прийти, так скажем, к тому замечательному выводу, который я обязан донести до людей. Скажите, а вот в чем суть иска к Ватикану? Суть моего иска к Ватикану, это не к Ватикану, а в апостольский трибунал. Чтобы именно в суде апостольского трибунала, это высший суд трибунала, всемирно известный, чтобы на нем, при моем участии, при хорошей команде юристов, которых мы еще будем приглашать, разобраться вот с теми разночтениями в догматическом богословии, о которых я указал предметно и абсолютно понятно в заявлении. Ну и вся остальная информация у меня все есть. Я готов общаться с любыми людьми, с любыми организациями, доказать ту правоту, которая еще, я говорю, явлена на этой картине. Эта картина войдет в мировую историю христианства, и она станет главенствующей в догматическом богословии. Я абсолютно в этом верен, потому что я обладаю такими знаниями, которые не снились не только нашим мудрецам, как сказал один человек, но даже и многоточие. То есть дело все-таки в картине, да, и больше ни в чем. Может быть, есть еще какие-то принципиальные несогласия? Ой, да господи, эта картина только визитная карточка проекта. Но она в целом как раз является объединяющим фактором. А та тема, которую предстоит разбирать в апостольском трибунале, она слишком огромна, слишком ответственна. И это действительно будет интересно на весь мир, а не только на уровне Назарова, Красноярска или одной только Москвы. Уж будьте уверены, я точно об этом знаю. Потому что это мне было дано, чтобы это стало именно так. И мы это сделаем. Анатолий Владимирович, ни в коем случае не хочу вас обидеть, но все мы понимаем, что вот все эти судебные разбирательства, это в том числе и финансы необходимы на это. У вас есть такая возможность? Кто-то, может быть, разделяет вашу точку зрения, ваши последователи? Так, это, в принципе, мероприятие, оно не одномоментное. И оно может длиться не одну неделю или месяц. А уровень, я еще говорю, трибунала очень высокий. Это тот самый трибунал, которому скоро исполняется 800 лет, которые отличились Галилею Галилеем в свое время. И потом мы теперь знаем, кто был прав. То есть они не будут торопиться спешить с кропостежными выводами. И я рассчитываю, что судьи, которые будут там участвовать, они отнесутся более, так скажем, внимательно и ответственно к тем вопросам, которые я обозначил для них. Ну и потом по финансовым затратам. Есть прекрасная краудфандинговая площадка, ну, к примеру, и не ГАГО международная. Мы обратимся на эту площадку с призывом поддержать нас в том, чтобы действительно вот это дело было выполнено достойно для всего, так скажем, христианского мира, для всего человечества. Потому что, еще я говорю, эта картина призвана стать духовным символом, оценяющим все человечество. Не та картина, которая в Сикстинской капелле висит, грехопадение, фреска знаменитого Микеланджело, на которой изображены странных два существа, непонятно какого содержания, то есть со своими низменными страстями, поесть, поспать, ну и все такое. А это действительно достойное изображение, на котором изображен царственный владыка Эдема и всей земли Адам, то есть наш праотец. И мы достойно должны чтить вот именно его достоинство. По образу и подобию на моей картине стопроцентно отмечено, на остальных других выставлено только на ГАТА, а духовного смысла абсолютно никакого нет. А поэтому о духовном, живущей по духу, рассуждают так, о которых по-плоцки живут. Те рисуют так двух странных существ в обнаженном виде.